Сегодня в 3 часа ночи в свете полной луны в Екатеринбурге на визе во дворе на заводской под брюхом одной крайней из трех пятиэтажек с номером 47 без видимой причины загорелась темная дорогая брутальная иномарка Audi A8. Исход ночного воспламенения мог быть критичным, но в этот момент во двор на виз заехал таксист, доставивший запоздалого клиента к дому. Он заметил огонь и стал сигналить, буквально трезвонить в ночи на весь двор. Молодой хозяин иномарки вместе с братом выскочили за порог. Благо дело живут они на первом. Один из них отогнал иномарку от соседок, второй из тазика, плеснул водой разок другой. На Audi и пламя погасло до приезда пожарных. Парни Максим с Артемом побродили вокруг, заметили оплавившийся, скукожившийся от адского жара брызговик за правым передним колесом Audi. И оба подумали о своем неуживчивом соседе по лестничной площадке, с которым у них не стихает вражда. И она однажды обострилась до рукопашной схватки у подъезда. По словам Артема, они 8 лет живут здесь на заводской и жили братья не тужили, пока об их подъезд не заехал и не поселился там на первом этаже новый сосед. Сентябрь был теплым, жильцы дома окошки на ночь открытыми оставляли. Новый сосед Артема и Максима, вероятно, тоже привык спать снастишь распахнутым окном. А братья, на сон грядущий, любили покурить, выходили из подъезда и дымели у порога. С этого и началась соседская вражда. Да нет, какой рассказ. Нет, нет, все, 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 хорош, хорош. Вообще к нему претензий нету, что ли? Да нет, есть претензии, все, давайте хорош. Потом, потом. Да, короче, потом. Это был конфликт. Конфликт. Так, соседский. Ну, он его прибратил в какую-то войну вообще. Позже, во тьме полуношной, братья немного разоткровенничались. У парней тоже на душе, вероятно, накипело. Особенно, когда в их двор приехали полицейские. Чтобы запротоколировать братские подозрения о злонамеренном поджоге, тем более за иномаркой второго брата, тоже черной, но «Шевроле Круз», были замечены следы предполагаемого мстителя, прятавшегося за автомобилем. По словам Артема, их сосед, вместо того, чтобы по-мужски спокойно с ними поговорить, на подъезде наклеил подметное письмо с угрозами. «Дескать, если вы...» – далее в анонимке следовало непечатное слово на букву «П», будете курить под окном – получите удар в голову. Угроза, как уверяет Артем, прилетела ночью вместе с кирпичом, разбившим стеклопакет и упавшим в комнате на пол. После этого он поговорил с соседом по душам. Они даже пожали друг другу руки. Вечером Артем Максимке позвонил и предупредил брата, чтобы тот больше не курил у подъезда. Но в тот же вечер брат его на соседскую грубость нарвался. Тот в драку полез, и Максим брызнул в агрессора из спиртцового баллончика. А утром братья вызвали в полицейский участок на Крылова. Пока они в одном из кабинетов ОПА под протокол о конфликте рассказывали. Во дворе, по словам Артема, жалобно запищала сигналка на их автомобиле. Парни выскочили во двор полицейского участка и обнаружили, что кто-то порезал ножиком три колеса на их автомобиле. Братья в один голос утверждали, что сосед в то утро, он должен был сходить в травмпункт и зафиксировать, как он сам заявлял, побои. Так там и не появился. Потом, по злой иронии судьбы, ночью во дворе, с соседской ладой 14-й породы кто-то аккумулятор свинтил. Братья уверяют, что они к этому делу руку не приложили. Но почти уверены в том, что их сосед наверняка так подумал. А раз с ним война была, я по-любому думал, что он подумает, что это мы сделали. Машину два дня на снегнике ставил, на всякий случай. Думал, это была, ну что за бред. Сегодня поставил здесь, вот видишь. На всякий пожарный братья, опасаясь незаслуженной ответки, две ночи подряд оставляли поблизости на охраняемой парковке свои автомобили, а в эту ночь, как назло, вернули их во двор. Возможно, это тоже была роковая случайность, которая в итоге плеснула еще один ковшик вражды под затянувшийся соседский конфликт. Следствие, конечно, во всем разберется. А пока, увы, по ночам почти полная луна. А она не лучшая подружка тем, кто вражду затеял. Субтитры сделал DimaTorzok